МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шевели, шевели, ногами-то. Куда его, Тимох? Куда, куда? В багажник. Открывай. Чего упираешься? Стоять! За Болтову, Голяныч! Болтов, на землю! Решать, я сказал! ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ Вставай, поднимайся! Капитан, что у вас здесь происходит? Что у вас происходит? Почему стрельба? Здесь происходит задержание. Какое задержание? Это комендант Городка. Освободите его немедленно. Это наша территория. Это федеральный уровень. Ваше дело заниматься жмуриком. На вашей территории! Пошел! Пойдем. Ну что там? Все в порядке. Все нормально? Теперь твоя очередь. Пошел давай! Давай-давай! Да что же за день-то сегодня, а? Мига, давай! Ну! Алло! Хохол! У нас, похоже, проблемы. Держи. Спасибо. Все, как ты любишь. Антон, ты же вроде бы как в уголовный розыск перевелся. Ну да, в управление. Подожди, а ты что, со мной хотела насчет работы поговорить? Я-то думал, ты соскучилась. Я, конечно, соскучилась. Антон, хочу вам работу подкинуть. Нужно закрыть двух отморозков за незаконное ношение оружия. Чего-то ты, Викули, хитрое затеяла. А сами-то чего их не возьмете? Понимаешь, мое имя не должно фигурировать. И тем более не должны знать в моем отделе. Ну, хорошо. А это кому надо? Лично мне. Ну, ладно. Только ради тебя. В следующий раз кофе с меня. Само собой. Ну, а сейчас что тебя беспокоит? Я же говорю, у меня плохое предчувствие по поводу этой встречи с Викой. И часто оно тебя обманывает, твое предчувствие? Бывает. Работа нервная. Лучше, если меня подстрахуют. Хорошо. Я тебя подстрахую. Но время и место назначаешь ты. И на ее предложение не ведешься. Понял? Да, и вот еще что. Купи хороший кофе. Евгений Борисович, мы Болтова пока в РУВД определили. Но ордера-то у нас нет. А местная полиция что-то не внушает доверия. Надо бы военным позвонить, чтобы забрали его. Да, спасибо, на связи. Все. Ну, что? Слушай, а мы с этой канителью про бандюков-то не забыли? Забыли. Поехали искать. Поехали. Паша, давай сразу договоримся, где и во сколько встретимся. Поняла. Посмотри, как на мне коктусы поклонник подарил. Ты вчера так смешно было. Говорит, давайте денег домой, колечко. Вот ты ходишь, как чушка. Калечко. Да, неплохо. Не гонил мне клиентов больше, чем тебя. Ты же знаешь, что ты здесь. Не особо так. О, вот и мальчики подъезжали. Ой, девочки, посмотрите, какой трактор там приехал. Вот эти вот две девицы. По-моему, это они с утра от бандюков выходили. Да? В общем так, Оленыч. Вот телефон, чтобы ты мне не звонил. Можешь Ленкины фотки удалить. Ага. Чего ты задумал-то? Ты что, тебе нужно объяснять, что ли, а? Подожди. Давай, давай, давай. Иди к нам. Надолго? О, какой позадный мужчина. Подожди. Ну, привет, красавчик. Что, в машине у тебя будем развлекаться или в баньку пойдем? Да. Тебя как зовут? Нора. Нора. Нора, тебя повезло. Пойдем-ка, Ньюра, потрешь ты мне спинку. Пойдем. Пойдем. Бедова. Да не больно такие хотелось. Да, кому ты перепала, а там мой. Ну, как хочешь. Мой, мой. Да что ж ты сегодня не задался с утра. Тук-тук. Привет. Тук-тук какой-то плюгаренький, газистый. Застеснялся. Вот так, малыш совсем. Ну, что там с болтом-то? Антикоррупционщики его взяли. Пиршко закрыть не успел. Военным передали. Поехал я городком, займусь. А тут общимся с этим выселением на месте. Так а что надо было? Вышвыривать их, что ли? Надо будет, вышвырнем. Окна бить, свет выключать. Тепло. На психику действовать. Жестче меры принимать. Понял? Давай, кабан, не пуха. Ну что, Трутинь, пойдем деваху проверю. Пойдем. Паша, ну пока все тихо. Выдвигайтесь сюда. Ну, ты еще не разделся? Может быть, тебе помочь? Да дерьмо все это. Что-то не так? Да все так. Все хорошо. Просто не нужно мне. Ага. Значит, деньги платить не будешь. На, хватит. Смотря за что. Ну, за то, что я понял кое-что. Пиво? Угу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Паша, обстановка подозрительная. На всякий случай сбросьте стволы. А куда мне их сбросить-то? Да куда хочешь, хоть в окно выброси. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Иван Игорев. Иван Игорев. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА К захвату готов. Да, пятый тоже на позиции. И шестой. Сейчас будем играть. Паша, это подстава. Валите отсюда. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да? Что, подставить хотела? Ты совсем ни о ком не думаешь? Ни о себе, ни о дочке, дура? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Остановись здесь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я сейчас. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну что, похоже, все сорвалось? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА По ходу дела, да. Спасибо тебе, Антон, и извини. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да, думал, расклеить меня с тобой. Забуду. А не получилось. А я сначала подумала, что ты, ну, понимаешь. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Да ничего. Забавный. Ну да, самый лучший комплимент в моей жизни, кстати. Да нет, честное слово, просто мне, по большей части, какие-то уроды все время встречаются. Вот сегодня, всю ночь. И даже ни копейки не заплатили. Сволочи. Это кабан и... Да, и шпинат. Ты что, их знаешь? Да слышал, слышал. Прикольные пацаны. Прикольные? А ты знаешь, что они одну девчонку в заперти держат? Шпинатки какие-то объедки с пола собирал. Хорошо, хоть мы соскочили. А вот теперь с этого момента, Нюра, давай-ка... Садись. Давай-ка поподробнее. О, как отдохнул, красавчик! Я влюблен! Влюблен, конечно. Борожуй. Не устал? А ты? Ленку удалил? Слушай, нужна мне твоя Ленка. Совсем с катушек слетел? А? Молодец. Короче, Вика говорила, что у Груздева где-то здесь невеста затерялась. Как ее... Лиза. Лиза? Так вот, кажется, я знаю, где ее искать. Оба. Да? А ты что думал, я там делал? Коляноч, мы на задании. Забыл, да? А-а-а! Да! А номера у него какие? Надо запомнить. Надо запомнить. Раскидзио номера. Машина их здесь. А ты уверен, что это именно та, Лиза? Да хоть кармелита. Вообще, это нормально, что они девчонку запретить держат и объедками кормят. Не нормально. Все, хватит этим подонкам и с Володей гулять. Брать их надо. Пока они опять не накуролесили. Или боишься? С тобой-то? Ага. Конечно, боюсь. Обидел. Пошутил. Пойдем. Шпинат! Шпинат! Шухер! Ей, приятель! Сюда! Голяноч! Беру. Похоже, он здесь не один. Посмотри. Посмотри. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, не стреляй! У меня заложница здесь. Если что, я ей башку снесу. Тимох, что делать будем? Не знаю, Коляныч, размышляю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, мусора! Дайте мне выйти, и с девкой ничего не будет. А что за девка-то, мы не знаем. Может, она я любовница. Так вали ее на все равно. Сейчас узнаете. Слушай, ты, переговорщик, успокойся! Говори, чего хочешь! Пропустите меня к машине, и я отпущу девку! Выходи! Дайте мне десять минут! Будьте себя тихо! Прострелю! Коля, с тобой. Что-то он задумал, не нравится мне это. Давай веди диалог. Пошел. Эу! Слышишь меня? Давай сейчас выходи! Эй, ты понимаешь, придурок, что за захват заложника вам по червонцу светит? Заходить будешь иди! Да я вообще не при делах. Я тут и работаю. Кем ты здесь работаешь? Стойлером первого разряда. Стойлером со стволом? Смешно! Тимуха! А? Этот там затих чего-то. Здесь другой выход есть? Да пошел ты! Я пойду, гляну. Давай. Заткнись ты! Пошла! Не ной! Куда? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Голен, живой? Я в роде. Стой! Давай. Не бойся, он тебя больше не тронет. Тебя как звать-то? Лиза. А Грустева знаешь? Да, это жених мой. Ну вот, мы тебя и нашли. Ну да. Держи руки, чтоб я видел! Держи руки на виду! Держи руки, чтоб я видел! Граната! Галярыч, прыгай! Беги! Тварь, из-за тебя двое людей погибли. Я тебе здесь прикончу. Я-то тут при чем? Да вы рассказывай все, что знаешь. Да ничего я не знаю. Тогда зачем тебе жить? Все равно пожизненное светит. Да за что? Шпинат прижмурился. Девка и мой коллега погибли. Тебя повесят, я постараюсь. Не докажешь. Правильно. Поэтому я тебя пристрелю, как собаку. Без свидетелей. И повешу на мертвого. Понял? Убери ствол, все скажу. Давай рассказывай, ну! Есть один бизнесмен. Платит нам, чтобы мы выселили людей из военного городка. Что за бизнесмен? Хохол, кличка. Менты прикрывают? Есть двое. Что за двое, а? Тимофей! Тимофей! Полицию я вызвал, и скорую тоже. Что за двое? Не скажу. Николай, как вас по батюшке? Степаныч. Николай Степаныч, вы как всегда не вовремя. Вот теперь его сам допрашиваю. Понял? Стуллер, ты его на самом деле зря разозлил. Зверюга. Эй! Тимофей! Шапку забыл! Значит, не хочет она по-хорошему. Ладно. Ну и какие у тебя предложения? Дочку. Дочку ее нужно найти. Это у нее самое слабое место. На! Держи. Она в Кисловодске? А как вы ее нашли? Вычислили по билетам. А там, как говорят мусора, дело оперативной техники. Так что завтра можешь отправлять туда своего слона. Да и, скажи, пусть оденется поприличнее. А с морды его я что должен сделать? Войди! Это ваше внимание! Граждане, спокойно! Спокойно! Если вы не выселитесь, дом снесутся с вашими вещами. Вас предупреждали о снотехнике. Куда нам ехать? Вам давали время. Берите свою бумажку. Да я там при чем? А этим бумагам дома нет. Там одинка на лавах. Так, не хотите сносить? Ну, пусть они нам куда-то куда-то. Послезавтра. Все. Как? Поехали. Пусть с нами сносят этот дом. Что это значит? Проходите, пожалуйста, Лиза. Располагайтесь. Вот здесь душ. Сейчас вам принесут поесть, а позже придет врач. Вот. А мы с вами давайте потом поговорим. Лиза, вы здесь в полной безопасности. Держите ключ. Толик, надо как-то из этого выпутываться. Что это за антикоррупционный комитет такой, а? Если они прихватили, то уже не отпустят. Поэтому вы ко мне больше не приезжайте. Палево. Да ладно, Толик, не подставим. Я просто думаю. Откуда они узнали, что надо к нам на базу наведаться? Одна из наших девок, Нюрка, сдала. Ага. А ты откуда знаешь? Светка сказала. К Нюрке один здоровый майор сунулся. Она ему все рассказала. Как вы их на ночь брали. Про девку, что мы держим. Все рассказала. А вот как этот майор на нее вышел? Так через Нюрку и на нас выйти могут. 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 Поэтому надо как-то заставить ее замолчать. Понял. Сделаем. Я уж думал, вы не придете. Ты Шилову убрал. Значит, ты? Он что, готовил на меня покушение? И не он один. Я был с ним до самого последнего момента. И хоть я очень плохо помню своего отца, я хотел, чтобы Шилов отомстил за его смерть. За то, чтобы посадили его, убили и молчали столько лет. Тогда почему ты его остановил? Почему ты остановил его? Не знаю. Твой отец сел за дело. И к его смерти в тюрьме я не имею никакого отношения. Это трагическая случайность. Из-за этой случайности моя мать посидела молодой. Мать посидела раньше, когда узнала, чем он занимается. Мы с ней любили друг друга. КОНЕЦ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Рыб-мест нет. Артутчик. Вам видно же ли? Второй такой женщины, как Анна, я так и не встретил. Вы и мама. Сложно все это, Костя? Зашилова, спасибо. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Иди в пану! Все, мы попали. А-а-а! Напусти! За что? За длинный язык твой. Мусорам надумала нас сдавать. Что сняли, тварь? Язык будете распускать? То же самое ждет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Пошла! Я сейчас все устрою. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Обязательно все расскажет. У вас что, Тимофей Иванович? А у меня ничего. Если бы вот Николай, не помню, как по-батюшке... Степаныч! Да не важно, не испортил бы мне все. Я бы того бандоса, который остался в живых, расколол бы два счета. А так молчит собака! Виктория Николаевна? У меня по делу ничего. Но сегодня утром по сводке передали, что в лесу под Зеленохолмском нашли убитую девушку. Так мало ли, как это связывается. Значит так, дальше. Сегодня Виктория Николаевна продолжает заниматься юридическими аспектами этого городка и Груздевым, а вы Хохловым и Кабановым, которого упустили, работаете. Сдал меня генералу. Ты куда собрался-то? Помнишь ее? Так это ж та проститутка. Тимох! Тимох, подожди! Шапку забыл! Прибытка Максим Леонидович. Это же Слон. Рейс 348 в Кисловодск. Ох, господи, неужели они вычислили Серафиму? Алло, тетя Джейн, немедленно оттуда выезжайте. Спокойно, не перебивай меня. Бери Серафиму и выезжайте оттуда. Я тебе сейчас объясню, как. Тимоха, джип! Ничего, самостоятельный! Где девки? Какие девки? У нас нет никаких девок. Антикорпционный комитет. Там и закрытые. Гален, там, посмотри. Есть там кто-нибудь? Нет никого. Подруга, ты что зависла? Кто Нору убил? Какую Нору? Нору, подругу твою, светленькую. Это я во всем виновата. Нора мне рассказала про ваш разговор, я проболталась с Толиком. И все. Кто такой Толик? Кто такой Толик? А я не скажу, он меня тоже убьет. Никто тебя не убьет. Я всех перестреляю. Ну! Толик не мог убить, он не убийца. Это кабан, наверное. Кабан! Давай звони своему неубийце. Где он может быть? А я не знаю. На службе, наверное. Где? В полиции. Звони давай. Я не буду. Ладно, я знаю, кто будет звонить. На кафельне сиди. Нажать еще. Звони Анатолию. Хорошо. Разозлился я, Коляныч. Виктор. Я понимаю, почему вы меня обманывали. Я не врал. Болтова арестовали. А ваша Лиза на свободе. Я могу идти. Я могу ее увидеть. Обвинение с вас снимут, но пока не отпустят. В камеру вы уже не вернетесь. Но и с Лизой пока не удастся встретиться. Подождете? Но день другой. Подожду. Спасибо вам. Приятного аппетита. Ну? Что случилось? Администраторша из сауны звонила. Говорят, какие-то приехали менты, не местные. Про Нюрку спрашивали. Ну и что с того? А с того. Там Светка осталась. Они сказали, что приедут попозже и заберут ее. Значит, надо туда быстрее ехать. Эта курица расскажет, что я подругу ее вчера выволакивал. Ты на кляна вообще ее убил, а? Мясник чертов. А ты все запачкаться боишься. Что молчишь? Поехали лучше туда, быстрее. Да меня на этот паркинг вообще не пустили. То ли менты, то ли конторские. Кто же там мог быть с такой солидной охраной? Не знаю. Я видел только машину, пробил номера. В базе таких нет. Сдается мне, ваш Костик встречался с очень большим мусорским начальством. А может, Костик случайно там оказался? Может быть. Только я не имею права позволить себе так думать. Естественно. Поэтому ты руководишь моей безопасностью. Ты за Владимировым присматривай. Для меня неприкасаемых нет. Давай. Кабан. Держи. Это от черного хода. Чтобы мы вместе с тобой не рисовались. Да как это их нет там? Может, на экскурсию поехали? Слон, все перерой там. Всех, кто с глазами и ушами. Всех, кто мог их видеть и не мог видеть. Найди мне эту девчонку. Понял? Есть кто живой? Федоровна. А куда все подевались? Капитан. Кого ищешь? Нору? А ты чего здесь делаешь? Значит, это ты здесь чужими судьбами распоряжаешься. Давай рассказывай, рассказывай. Свидетелей же нет. Что ты несешь? Ствол! На пол! На пол! На пол, я сказал! Кабанов, отпусти сотрудника. Все равно отсюда не выйдешь. Ага. Тогда мне нечего терять. Долик, иди сюда! Иди сюда! Быстрее! А ты оружие брось! Оружие брось! Без фокусов! Бросай оружие, я сказал! Оружие брось! Капитан, а что это было-то? Ну, сотрудники разных спецслужб должны друг другу помогать. Он же твой дружок. Да какой дружок? Рожа бандитская, мясник. А я надеюсь на смягчающие, на снисхождение. Активная помощь следствию. Зачтете? Ага. Вон у майора Есимова спроси. Коляныч! Эх! Зачтем! Если дашь показания, расскажешь. Кто эту кашу с военным городком заварил? Конечно, расскажу. Это все Хохол затеял. Это его дела. Хохлов. Знаете такого? Знаю. Ага. Пошли. Коляныч! Ты что? А? Пойдем. Сейчас, сейчас. Иду. Мужчина, куда вы пошли? Ирочка, в чем дело? Девушка, прости. Это что за безобразие? В чем дело? Здорово. А, это опять вы? Ну, здесь-то вашей Лены точно нету. Ну, Ленка, подождет. Майор Ефимов, антикоррупционный комитет. Давай я рассказываю, как по твоему приказу убивали людей, похищали и как это связано с военным городком. Я очень внимательно слушаю. Ну, вот что. Я не понимаю, о каких похищениях, а тем более убийствах идет речь. А если вас интересует военный городок, то я его просто купил. В смысле? В смысле, по закону. По закону? По закону. На аукционе. И теперь имею полное право выселить всех его жильцов, что, собственно, завтра и произойдет. Все. Ну, это мы еще посмотрим. Давай, вставай. Прогуляемся. Давай. Давай. Молодые люди, у вас будут серьезные неприятности. Вы пожалеете об этих своих вот этих вот... Давай, иди. Вадим Витальевич, что происходит? Ну, конечно, объясните девушке. Ирочка, я же сказал, что я вернусь, а вы не поверили. Да, Любимая, я бегу. Все, бегу. Я не понимаю, зачем пытать Санкова убивать Семина и сжигать какие-то документы, когда городок куплен законно? Вика, а ты проверял документы по аукциону? Нет, мне только что сообщили, что часть документов находится в архиве Министерства обороны, а туда просто так не попасть. Ага. Значит, нам нужен какой-то допуск? Давайте делать тогда этот допуск. И я хочу вам напомнить, между прочим, что завтра в этом городке будут сносить жилые здания, и я туда еду прямо сейчас. Хотите вы этого или нет? Слушай, а может, через Кумова? У него ж такие связи. Давай попробуем. Товарищ генерал, Нестеров беспокоит. Вы нам можете сделать допуск в архив Министерства обороны? Срочно, Евгений Борисович. Генерал, Нестеров беспокоит. Разводи, есть граждане! Вы заруждаете общественный порядок! Вас предупреждали! Вам давали время! Снос домов незаконен! У меня есть решение суда! Что такое? Ну-ка, подержись! А тебе чего здесь надо? Предъяви документы! Теченка, ну! А ты мне и нужен! Так, спокойно, спокойно! Антикоррупционный комитет! Звоните своему начальству, вам все объясняют! Пойдем выясним, что там! А вы, уважаемые граждане, идите домой к семьям! Все будет хорошо! Пошли давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Военный городок в Зеленохомске. Балансовая стоимость – 240 миллионов рублей на 2010 год. Три года назад был произведен капитальный ремонт всех инженерных сетей. За счет Министерства обороны? Естественно. Но после расформирования военной части, ревизионная комиссия взяла и оценила этот городок в 2 миллиона рублей. Мой дракоша дороже стоит. Не, ну правда, я на форуме читал. Да подожди ты, Тимоха! Самое главное – Хохлов на аукционе абсолютно законно покупает городок за эти 2 миллиона рублей. То есть городок со всеми людьми продан как несуществующий? Практически да. И мошенники воспользовались тем, что часть документации контролировали гражданские ведомства, а часть – военные. И выявить это удалось, только сопоставив документы. Чем с Викой в архиве мы сегодня полдня и занимались. Романтика! Но пыльно. Как же он умудрился провести такую аферу? Не устаю удивляться человеческой жадности и подлости. Ладно, знаете, что делать. О, Палыч, заходи. Что с рукой-то? Здорово. Знаешь, сначала я хотел тебя разыграть, посмотреть, как выкручиваешься. А потом понял – не смогу ни руки тебе подать, ни прикидываться. Да ты что, Палыч? Что случилось? Всю банду Хохлова уже взяли. Ты – последний. Парни, забирайте! Антикоррупционный комитет. Собирайтесь. Стоять! Я надеюсь, ты как офицер. Застрелиться хочешь? Давай. Да не застрелился бы он. Такие, как этот, за жизнь всегда цепляются. Давай, пошел. Передадим мы тебя в военную прокуратуру, и пусть они разбираются. Эх, Иваныч Иваныч. Запятнал честь мундира. Да, мам, мы уже у Бабы Гаи. Когда ты приедешь? Доченька, я скоро тебя заберу, обещаю. Скоро, Серафим. Целую тебя. Все в порядке? Костя, я очень проблемная женщина. Давай больше не будем видеться. Все люди в каком-то смысле проблемные. Ты по какой линии? По служебной. Я же тебе так и не сказала, где работаю. И где же? В антикоррупционном комитете. У Кумова. Если ты думала испугать меня этим, у тебя не получилось. Чего стоишь? Проходи. Не отставай, шире шаг. Почти пришли. Вон, 212-й. Вперед, действуй. Давай, давай. Витенька. Любименький мой. Я так боялась, что с тобой что-то случится. Я тебе больше никогда в обиду не дам. Ну, ладно, пойдем. Пойдем. Я не могу на это смотреть. Почему не можешь? Ну, завидую, наверное. А чего завидовать? Радоваться надо. Люди счастливы. Чему радоваться? Вон, сначала они обнимаются, руками машут, целуются. А потом любимая хвостико махнула. И все. И вспоминая, какая она была замечательная и красивая. Страдалец. Ну, что тебе объяснять? Иди, сухая старая. Молодежь, вы это... Кровать не сломайте. Смотрите в следующую субботу. Борьба с коррупцией привела их за решетку. Знаешь, здесь недавно зэк повесился. Не лезьте в это дело. Непростая командировка. Я надеюсь, ты хорошо в Буру играть умеешь. Да, я тоже надеюсь. В опасной зоне. Сейчас я тебя с зайками одного. Оставлю пять минут. А им ножичек дай.